Люди боятся сглаза тысячелетиями, но всегда ли сглаз и порча виноваты в неудачах? Моя новая история о том, как ваши поступки влияют на вашу же жизнь. Завариваем кофе и слушаем. Сколько существуют люди на Земле, столько они боятся дурного глаза. Нам с детства говорят, языком не тряпи, а также говорят, что счастье любит тишину. Но есть ли в этом реальный и магический смысл? Легко винить других в своих неудачах вместо того, чтобы разобраться в том, какой жизнью живешь именно ты. Всегда ли резкие перемены в человеке – это следствие колдовства? Большой вопрос. Ко мне обратилась Алевтина – ухоженная, интеллигентная женщина за 60. Алевтина вдавила лет 20 примерно назад, а после этого она всю жизнь посвятила дочери и внуку. Она была уверена, что ее 7-летнего внука Илью сглазили. Дело в том, что внук, с которым у Алевтины всегда были прекрасные отношения, внезапно замкнулся. Перестал играть с друзьями и стал плохо есть. Мальчик мало гулял и даже мультики не смотрел. Ребенка реально будто сглазили. При этом бабушка была убеждена, что все это происходит из-за Илюшиного отца. Точнее, его новой супруги. Та, дескать, сразу не взлюбила ребенка от первого брака, она и сглазила его. Все время говорила, что в нем что-то не так, да еще и отца накручивала против сына. Ну, в общем, понятная, но, к сожалению, частая история. Я не буду скрывать, ко мне часто приходят люди, которые хотят проучить бывших мужей, бывших жен. Или наоборот, стараются всеми силами сохранить отношения, чтобы не стать теми самыми бывшими. И ждут ритуальной поддержки. Любовь, семья, деторождение. Эти вещи всегда связаны с магией. Меня также часто просят дать защиту детям разведенных родителей от новых партнеров, бывших супругов. Дать сил пережить новый статус семьи. Алевтина была уверена, что ее внука сглазили. Или его отец, или его новая жена. Я сделала расклад на своих картах и увидела, что мальчик чист. На нем нет следов магической работы. Так в чем же тогда дело? И что могло повлиять на внезапные перемены в характере семилетнего ребенка? Обычно я не работаю с детьми. Но Алевтина очень, очень просила. Я решила мальчика посмотреть. Обычный семилетний мальчишка ковырял пальчиком стол. Был смущен, как и все, собственно, дети перед новыми взрослыми. Чтобы его хоть как-то расслабить, я предложила ему несколько небольших фигурок для игры. На столе у меня очень много всего интересного. Ребенок действительно был вялым, бледным, отвечал на вопросы после долгой паузы. Ничем не интересовался и не радовался игрушкам или каким-то шуткам. В общем, короче, не очень активно был со мной в контакте. Если ваш ребенок хорошо ест, не нужно быть экстрасенсом, чтобы обещать ему хороший вес и рост. Но есть одна примета для родителей. Чтобы ваш малыш рос здоровым, нельзя доедать за ним хлеб. Считается, что вы воруете его силы. Я в итоге обратилась к духам рода Ильи. И снова увидела, что на мальчике нет ничего. Ни сглаза, ни порчи. И энергетика его была абсолютно чистой. То же самое я увидела, по сути, в своем раскладе. Но! Когда я была в контакте с духами рода, я услышала от них, что нужно обратить внимание на его мать. На мать мальчика. В ней, по сути, я и найду решение проблем, связанных с ребенком. Я попросила Илью после этого поиграть за дверями своего кабинета, а сама передала эти слова Алектини. Женщина была в шоке. Она уверяла, что ее дочь Людмила очень хорошая мать. Но! Обещала за ней понаблюдать. Сглаз – это посыл отрицательной энергетики на человека. Отличается от порчи тем, что часто происходит ненамеренно. Чаще всего человек переполнен эмоциями. Это может быть гнев, злость, зависть или наоборот. Человека распирают от чувства радости, гордости и чрезмерного восхищения. Эмоции заполняют человека доверху. Хорошие, плохие. Теперь нет сил, и человек злословит в адрес кого-то и чрезмерно перехваливает. Что происходит с тем, кого сглазили? Человек сам себя не узнает. Вот он был гибким, легким в работе, в общении, в личной жизни. И вдруг тело становится ватным, будто оно раздувается. А разум ленивым. Пропадает деловая хватка, личная жизнь портится, всюду преследуют какие-то неудачи. Человек наполнен негативным воздействием. Попадали в похожие ситуации или эта история вам что-то напомнила? Если сталкивались с черной магией, пишите мне в комментариях. Ну а я пока продолжу свой рассказ. Спустя какое-то время Левтина снова была у меня, уже вместе со своей дочерью. Но сначала Левтина зашла одна и рассказала, что она заметила в поведении Людмилы, ну, нечто странное. Люда ухаживала за ребенком, ну, как-то механический взгляд был, как в тумане. И однажды она даже одела Илью, точнее вещи, вообще не по погоде. Те, что были куплены и отложены на следующий сезон. Когда Левтина спросила дочь, почему она так сделала, та абсолютно ничего не могла ответить ей внятного. А Левтина кипела от эмоций и, задыхаясь, рассказывала, что увидела, как Илья просит есть, но а Люда ему не дают и просто отмахивается на многократное повторение просьб сына. Когда же бабушка сама подбежала, чтобы встать на защиту внука, она увидела, что у Людмилы совершенно потерянный стеклянный взгляд. Дочь не отвечала внятно на вопросы, перебирала в руках невидимые четки, качалась из стороны в сторону, в общем, вела себя крайне странно. Ну, а после Людмила сама подошла к матери и пожаловалась, что с ней происходит, ну, явно что-то неладное. Женщина не помнила половину дней. Она оказывалась не в том месте, куда вообще шла. Она не понимала, отправила ли она в школу сына или нет, и где вообще она сейчас находится. А Левтина после этого предложила ей встретиться со мной, пообщаться. Мою дочь сглазили. Это точно новая жена Людкиного бывшего. Жить со свету хочет моя дочь. И внука туда же. Как молотом о наковальне впечатывала вердикт Алифтина, как будто мне в голову. Но я с выводами не спешила. Я пригласила Людмилу к себе в кабинет. Человек склонен приписывать своей неудачи высшим силам и винить других. Если ребенок внезапно заболел, его сглазили. Если муж ушел к другой, приворожили. Мать игнорирует ребенка, порчу навели на женщину. Привычка думать так закручивает человека в водоворот негативных мыслей. Очень скоро человек привыкает думать, что все его неудачи не его вина. И теряет способность расти над собой. Ведь именно признание неудачи делает нас лучше. Человек, который винит в своих бедах других, накручивает себя до предела и уже не может остановиться. Теряет ориентацию в жизни и в каждом видит врага. А это прямой путь к одиночеству и пустоте. Нравятся мои истории? Подписывайся на мой канал, а я расскажу, что было дальше. И не забудь нажать на колокольчик. Итак, я познакомилась с Людмилой. Очень приятная, красивая женщина с потерянным взглядом. Едва она показалась в дверях, я почувствовала холод по всему телу. Это был дурной знак однозначно. Мы поговорили о том, когда вообще эти странности с ней начались. Я спросила, что Людмила делала накануне. И оказалось, что женщина пришла на день рождения бывшего супруга без приглашения. В большом зале ее долго не замечали среди гостей. Людмила наблюдала за бывшим и его новой женой. И так ей было тошно, что она бурчала себе под нос проклятия. И злилась, что не она сейчас рядом с бывшим празднует его день рождения. Именно бывший муж и заметил Люду. За столиком у колонны, попивающих шампанское. Слово за слово началась ссора. Праздник был испорчен, и женщину выгнали с позором. Уже на следующий день Людмила почувствовала себя плохо. Но подумала, что это из-за стресса и алкоголя. Не придала значения этому вообще. Дурной приметой считается отмечать день рождения заранее. Примета гласит, раньше отмечать – годы жизни сокращать. Я просмотрела ситуацию и увидела молодую девушку с длинными волосами, которая плачет над обручальным кольцом. Я рассказала об этом Людмиле. И Людмила насторожилась. И достаточно агрессивно стала рассказывать мне историю, что она увела будущего отца Ильи прямо перед свадьбой. Она писала гадости его невесте, присылала интимные фото, чтобы расстроить их свадьбу. Но Людмила уверена, что у них все равно ничего бы не получилось. И поэтому вины она за собой не чувствует вообще. Мне-то стало все ясно. Людмила сама запустила бумеранг негатива, который, по сути, ей и вернулся. Все началось еще тогда. А придя на день рождения, испортив праздник, Людмила усугубила ситуацию. Ее собственный негатив, обида той девушки, негатив ее бывшего мужа и негатив его новой супруги сработал против самой Людмилы. Образовалась такая энергетическая воронка, которая буквально душила женщину, лишая ее сознания и жизненных сил. По сути, очень похоже на то, что происходит при сглазе. Так что Люда самостоятельно чуть не лишила себя своего будущего, а также энергии своего ребенка. Такая мощная магическая история стала возможной для обычной женщины. Еще и потому, что нельзя приходить на чужие праздники, друзья мои, без приглашения. Особенно в дни рождения. Потому что праздник – это некий ритуал. И настройка тонких энергий духов рода, которые помогают весь следующий год юбиляру. И тому, по сути, кто посетит чужой праздник непрошено, может потом вернуться неудача. Чем хуже вы себя вели на чужом дне рождения, тем дороже потом заплатите. Людмила вызвала возмущение у всех гостей вечеринки. Представляете себе этот огромный сгусток эмоций. Да еще и собственные переживания женщины. В итоге пострадала и сама Людмила, и ее маленький сын. Так что Алевтина была права в том, что обратила внимание на своих родных – дочь и внука. И вовремя забила тревогу. И не права в том, что винила в этом всех подряд. Никогда нельзя винить в своих бедах или неудачах всех подряд. Очень часто в наших бедах виноваты, по сути, мы сами. Чем же закончилась эта история? Я поговорила с Алевтиной, я поговорила с Людмилой о том, как важно отпускать прошлое вовремя. Как переключать фокус внимания на себя и на свое развитие. Превращать негатив по отношению к другим в любовь к себе и к своим близким. Как принимать саму судьбу. Ну и, конечно, я посоветовала Людмиле найти ту обиженную невесту и попросить у нее прощения. Хоть и прошло уже много лет. Я уверена, что это необходимо им обоим. Затем я поработала с Людмилой, сняла негативное воздействие. Убрала эту воронку, в которую она себя, по сути, и затянула. Я сделала амулеты, способствующие саморазвитию, успокоению негативных чувств и стремлению к будущему для Людмилы. И защитные для ее сына Ильи. Через несколько месяцев Алевтина оставила отзыв моему администратору. Она, дочь и внук отдыхали на море. И там Алевтина встретила мужчину, с которым возникли взаимные чувства. Чего с ней не было с тех пор, как она вдувствует. А Людмила не знает отбоя от поклонников. Такова жизнь. Винить других в своих неудачах проще всего, друзья мои. Ретроградный Меркурий, сглаз, порча, дурное слово могут стать причинами ваших проблем. Но только если вы сами это допускаете. Следите за собой, за своими мыслями, своими поступками. Не делайте другим зла. Помните простую, но очень верную поговорку. Как аукнется, так и откликнется. А чтобы откликалось хорошее, говорите слова любви этому миру каждый день. Будьте внимательны к своим близким. Берегите их. Следите за переменами в их настроении. А если замечаете, что что-то не так, отложите дела и просто поговорите. Ведь семья – это самое ценное, что есть у человека. И взращивать ее нужно своими силами. Копите в себе добро, светлые мысли. Учитесь мыслить позитивно. Ищите во всем, что вас окружает красоту и гармонию. Не зацикливайтесь на бывших мужчинах. Ищите новых. И помните, на чужом несчастье не построить никакого счастья. А еще этой историей я хочу вам напомнить о том, что не стоит уводить чужих мужчин. Не вам оценивать, хороши ли их отношения. Не вам оценивать, получилось бы у них что-то или нет. Не уводите чужих мужчин. Иначе потом вороночка догонит и вас. Меня зовут Виктория Райдес. Я жрица культа предков. И я собрала для вас самые интересные истории из моей практики. Для того, чтобы вы могли чему-то научиться. Виктория Райдес. Райдес. Райдес.